Алексей Викторович, прежде чем мы перейдем к злободневным темам и вопросам, я хочу поздравить вас с приближающимся Днем Медицинского Работника и пожелать вам профессиональных успехов. Большое спасибо. Главная тема последних дней – это переезд детского стационара. Вот расскажите, когда он произойдет и какие возможности открывает перед собой новое здание? Ну, значит, переезд детского стационара на новые помещения – это тема, которая рассматривается последние пять лет достаточно стабильно. Сейчас такой закономерный результат, в принципе, дело вышло ближе к финишной прямой. В настоящий момент в новых зданиях ведется косметический ремонт подрядчиками. Они уже закончили один этаж, перешли на второй этаж. Значит, работы ведутся согласно графику. Здесь никаких особых пока нарушений нет. Деятельность, естественно, их контролируется. То есть мы смотрим, что они делают и как делают. Здесь пока никаких претензий мы предъявить не можем. Сразу скажу, что выиграл подрядчик Канский, чем мы очень довольны, потому что всегда проще договариваться с людьми, которые местные, чем это выглядит. Кто-то и будет нанимать посредник. Значит, что касательно, собственно, самого переезда. Ну, сам переезд будет, безусловно, только юридически оформлен после ремонта. То есть пока мы не получим санитарно-эпидемиологического заключения, после получения экспертного заключения и санэпидемиологического заключения будет произведено лицензирование новых корпусов. И только после получения положительной, разумеется, лицензии будет и сам переезд. Технически сам переезд особой сложности не вызывает. Все мероприятия давно спланированы, расписаны. Каждый знает, что ему делать. Какое-то время мы будем работать в двух учреждениях. То есть будут открыты посты в новых зданиях, где будет вестись новый прием. Естественно, мы пациентов перевозить не будем, так сказать, из одной больницы в другую. То есть пациенты будут в старом корпусе выписываться с выздоровлением. Значит, последним уйдет из старого корпуса реанимация, естественно. Насколько новое здание, оно подходит для детского стационара? Много ли там пришлось переделывать? Ну, серьезных пока переделок нет. Значит, там есть ряд конструктивных решений. Этот вопрос будет обсуждаться на выездной комиссии с Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, которая будет проходить, скорее всего, на следующей неделе здесь, на месте уже, ну, может быть, даже в самом здании инфекционной больницы. Значит, потому что есть ряд вопросов Роспотребнадзора. Мы их признаем. Да, действительно, там нужно ряд решений применить. Значит, сейчас работы, которые проводятся, они не касаются переделки здания, разрушения. То есть это нормальная побелка, покраска, штукатурка, кафель. То есть, ну, все то, без чего как бы невозможно функционировать. Расскажите, сколько будет палаты, сколько койко-мест будет в стационаре? Койко-мест, значит, на сегодняшний момент планируется. Мы переезжаем тем же составом, который сейчас есть, переезжаем туда. В настоящий момент площадь нашего стационара 3800 квадратных метров. Мы переезжаем на 4800. То есть на 1000 квадратных метров там станет больше. Надо понимать, что главная проблема, что старое здание, ну, оно не соответствует. Во-первых, оно строилось по проектам 60-х годов. Во-первых, оно строилось достаточно долго. Построить его ухитрились на болоте. И сейчас нам очень сложно работать в этих условиях, потому что санитарные нормы и правила изменились. Ни по набору помещений, ни по самим помещениям. Ну, скажем так, мы очень затруднительно выполняем эти функции. Значит, там набора помещений, безусловно, больше, кабинетов больше. Значит, в первую очередь, это всевозможные вспомогательные помещения, которых здесь просто нет и не может их быть, ну, технических не может быть. Поэтому основную систему мы сохраним то же самое. Будет принцип деления на три отделения. Первое педиатрическое – это часть будет новорожденные, часть будет дети грудного возраста. Второе отделение – это дети старшего возраста, старше трех лет. И реанимация. То есть, собственно, как говорится, такое серьезное подразделение, которое будет функционировать. Ни для кого не секрет, что старое здание и помещения в детском стационаре, они были в удручающем состоянии уже, да? И скажите, что стало финальной точкой, которая решила, собственно, переезд детского стационара? Ну, финальной точкой стало все-таки решение комитета законодательного собрания Красноярского края. Значит, о необходимости переезда. То есть, сначала было поручение губернатора, значит, потом, естественно, были все решения Министерства здравоохранения. Финальной точкой стало решение комитета по здравоохранению законодательного собрания. Как вы помните, в прошлом году у нас была выездная сессия, значит, и, невзирая на все, так скажем, идеи, возражения, комитет законодательного собрания принял такие решения, что необходимо осуществлять переезд. Ну, вот последней точкой сейчас именно является твердая, я считаю, очень правильная позиция Министерства здравоохранения и законодательного собрания. Ну, вариант развития у нас на сегодняшний момент законодательно определен исключительно один. То есть, это программа, которая второй год реализуется, доступная поликлиника. Значит, мы смогли в рамках этой программы реализовать открытую регистратуру в нашей центральной поликлинике, которая находится недалеко от вас, на Урицкого, 15. Мы для себя выбрали такую цветовую грамму и вот этот рисунок детей, то есть, это наш будет официальный знак. Значит, он у нас присутствует на нашем сайте. Теперь, то есть, мы для себя определили именно вот такую цветовую. Значит, работники, работающие в регистратуре, они также имеют ношение к платке в такой цветовой грамме. Ну, зеленый, не оранжевый, зеленый, конечно. То есть, произвели некий ребрендинг, да? Ну, скажем так, да, такое вот косметические действия. Ну, во-первых, мы убрали все эти стекла, которые, значит, мы убрали стекла и в филиале поликлиники на правом берегу. Но, к сожалению, мы не смогли самостоятельно провести ремонтные работы, чтобы сделать открытую регистратуру там. Надо помнить, что филиал поликлиники правобережный, он не в перестроенном, а приспособленном помещении библиотеки. То есть, это здание, к сожалению, не соответствует никаким требованиям. Очень узко, и сделать полноценную регистратуру, как в центре, у нас там пока не получилось. У нас есть проект, да. Но проект этот в сотнях тысяч рублей. Соответственно, то есть, безусловно, что он предоставлен Министерству здравоохранения, но вопрос всегда встает в деньгах. Значит, но вот буквально несколько дней назад было подписано решение Москвы о выделении средств. Но пока средства выделяются только на оборудование, в первую очередь на поликлиническое. То есть, тема, главная тема, это к 2021 году обеспечить поликлиники, в том числе, в первую очередь, детские поликлиники. Именно детские поликлиники обеспечить, в первую очередь, оборудованием, чтобы полностью соответствовало стандарту. О каком оборудовании идет речь? Специализированное оборудование, то есть, лор-комбайн, офтальмологический комбайн. Ну, это просто название такое прибора. То есть, достаточно сложное оборудование, оно и стоит в миллионах рублей. Сейчас его в Каннске нет? Нет, его просто нет. Я не готов ответить, возможно, у кого-то из частников такие приборы и имеются. Но вот у нас, конечно, их никогда не было. Мы, конечно, всегда хотели. Но понятно, что такие средства сами мы не можем выделить. Поэтому речь идет именно о приобретении сложного, достаточно высокотехнологичного оборудования, которое будет работать в поликлиниках. У нас есть кардиолог, соответственно, под него будет закупаться оборудование. У нас есть лорд, под него будет закупаться оборудование. У нас, например, на сегодняшний момент, вот из вопросов проблемных, то есть, у нас сейчас вот, ну, нету эндокринолога. К сожалению, то есть, это очень сейчас стала редкой специальность. В отсутствии специалистов высокотехнологичное оборудование не может закупаться. Вот, к слову, о напряжении в кадрах, да? То есть, есть ли нехватка узких специалистов? Насколько она сильно ощущается? Ну, безусловно, нехватка узких специалистов есть. Здесь невозможно этого не отмечать. Но и подвижки в этом деле есть. Значит, у нас из декретного опуска вышел врач-травматолог-ортопед. И если, например, еще 3-4 месяца назад у нас работал специалист с перинатального центра, который только по выходным дням мог приезжать, и то не каждый выходной день. Сейчас специалист ведет прием 3-4 раза в неделю. И я думаю, что это будет только расширяться. Она буквально работает у нас второй месяц. Но на сегодняшний момент не хватает эндокринолога. То есть, к сожалению, эндокринолога действительно нет. Имевшийся специалист уехал в Красноярск. Но решаем проблему. То есть, все экстренные ситуации, безусловно, лечится в стационаре. Здесь даже вопросов нет. Все, кто нуждается, мы всех направляем в краевую больницу. То есть, в этом отношении никаких препятствий нет. Я должен отметить, что если у людей имеется эндокринологическое заболевание, они в любом случае едут в краевую больницу. Потому что выписка лекарственных препаратов льготных категорий, например, при сахарной диабете, это все равно происходит после консультации кровавого специалиста. Поэтому просто так никто не отправляет, что в катаксе просто так. Такого никогда не было и не будет. Сейчас наверняка у вас большой наплыв пациентов в связи с тем, что дошколята, да, ребята, которые готовятся пойти в детские сады, они проходят комиссию, школьники наверняка. Вот расскажите, как справляетесь. А вот детские сады вводятся не одномоментно. То есть, они вводятся с интервалом в 10 дней. То есть, часть садов вводится сейчас, через 10 дней, потом еще через 10 дней, через 5 дней. Это позволяет нам немножечко по времени раздвинуть. Потому что, если 30 августа придет тысяча человек, это, безусловно, мы никогда не справимся. Но сейчас есть действительно время. Люди идут, но массового вала пока нет. Поэтому я приглашаю всех. Приходите к нам, проходите обследование, оформляйте документации, чтобы 30 августа не бегать и не говорить, что я вот хочу, я не знал. Вы знали. Я вас официально приглашаю с помощью нашего телевидения любимого. Алексей Викторович, вот на этой позитивной ноте предлагаю завершить наше интервью. Всего доброго вам, спасибо за беседу. До свидания. Спасибо большое. До свидания.